Грунтовочка за ночь высохла. Можно начинать с убирательной сумки. По высоте нормально, зажор нормально. Здесь кормовича гуляет, приварим к кристалле. Так, это стоит. Поехали. Так, что-то не пускает. Не пускает, не до гнутости. Догибаем. Поехали. 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 здесь тоже самое неприлегание недогнутые и дальше вот в итоге уже такая композиция вышла вот и и и и Продолжение следует... Ну что Виталик, привет и в очередной раз ты оказался прав, когда собираем вазу классику, нужны не размеры и не диагонали, а надо много-много зажимов, хотя бы таких, кончились, у меня их 10 штук и не хватило, да? Пошел в скрытые резервы, для какой зажимчик она есть у меня... Так что Виталик прав, при сборке Жигуля нужны не размеры, а нужны зажимы. Продолжение следует... Продолжение следует... Виталик-пажеки Г Первая цепочка Ну вот, как-то так. Ну вот, вроде бы, набрали машину, но всё это как-то получилось криво, здесь уже в упор, а здесь щель, то же самое здесь, здесь уже упирается, а здесь щель, ну это ладно, подожмётся. Это наши база детали, индивидуальный подход и внимание каждой, жалко не назову, хотя по высоте хорошо, по высоте почти хорошо. А поднять не могу, здесь уже упирается, вот эта полка, вот эта полка уже упирается, там, не могу поднять, а надо бы миллиметров пять её. То есть придётся подрезать полку, подрезать вот эту штуку, чтобы это всё как-то в кучу собирать. Так. 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 Дальше дверечко шёл, в принципе. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Парочку взяли еще. Вот они вторые. Тут цену видно. 250 было написано. Висел на гвоздике. Когда пришли покупать, цена стала сразу 300. Ну да ладно, потому что надо. И взяли еще вот таких. Парочку. Потому что таких простых уже не было. Были еще такие лапами. Ну вот тоже хорошая штука. Ух, зажим такой большой, широкий. Эти отдали по 400. А, вот и цена есть. То есть вот отдали за 400. Это в рублях. Это рубли, да, российские. И вот для контраста покажу. Вот эти. И вот эти. О, вот так вот. Вот такие вот. Сувенирные. Да, это вот хорошо вот сюда. Вот на уши. Раз и ходишь по городу. Крутой металлист. Нет, я тебе пуговицу потерял. А, или пуговицу, да, где-то там. Там ухер. То есть глаза не бросаются, но держат крепко. Ну вот, подпилили кончики. Взяли новые клейчики. И сразу зазорчики все встали на место. Красота. Вот уже топа и собирается. Зазорчики прижались. Уровень есть. Зазорчик прижался. Уровень есть. Здесь все защелкнулось на саморезике. Конструкция, в принципе, вправо-влево регулируется. Это по погоду еще, да, куда-то что-то посмотрим. Сейчас на саморезы крыло закрепим. Чтоб зазор не уходил. Ну и пожестнее она немножко стояла. Строили, строили автомобиль. Набрали корму автомобиля или багажник автомобиля, да. Я постараюсь культурно выразиться. Дядя Ваня, привет. Спасибо за замечание. Надо следить за культурой речи. Но не всегда это получается. Объясняю почему. Детали вроде новые. Вроде бы все красиво. Все беленькое и симпатичное внутри. Но когда эти детали начинаешь собирать в кучу, извини меня, но это все равно получается жопа. Почему? Ну, отдельно взять деталь вроде бы ровно, вроде бы красиво. Но когда собираешь это все в кучу, вот смотри. Здесь один уровень. А вот там совсем другой уровень. Вот здесь один зазор. А если смотрим туда, а вот там в три раза больше. Хотя, если смотреть, оба лонжерона стоят на одной высоте. Крылья вроде бы стоят на одной высоте. Планка вроде бы целая, да? А в итоге у нас перекос. Перекос. Миллиметров 15. Откуда он взялся? Надо искать. Дальше. Пока не начал пилить вот эти все уголки по 5 миллиметров, по 6 миллиметров, я не смог свести вот эти зазоры. Что с одной стороны, что с другой. Пока не начал пилить вот эти вот уголки, я не смог свести эти зазоры. Зазоры свел. Вроде бы все хорошо. Здесь совпадает. Здесь красиво. Здесь зазор по двери. Ох, красота! Сказка! Виталик, зацени зазоры. 6 миллиметров. Сверху до низа. Сказка! Сейчас ту сторону покажу. Пришли на эту сторону. Смотрим зазоряки. Нормально. 5, ну, 6 миллиметров ровночко. Нет, даже не 5, 6. Везде, везде четко зазоры. Такие же, как и здесь. Такие же, как вот и здесь. То есть, по зазорам все нормально. Все хорошо. Перекоса нету. Ничего нету. Ну, идем сюда. И что мы видим. Вот если правильно смотреть, вот это очко в машине не совпадает. Внутренняя планка и наружная. А это вообще не понятно, куда уехала. Вот так вот с перекосом надо смотреть. Ну, в общем, вот такие вот дедчасти. Нет, фирма начала, она хорошая. Да, то есть, отдельно взятая деталь. Смотрится красиво, ровненько. Хорошие проштамповки, все. Но, когда начинаю собирать все это в кучу, это жопа. Так что, собираем мы корму, автомобиль, багажник. Но, все это происходит как-то у нас через одно место. Ну, ладно. Значит, сегодня не удалось дособирать и тем более обварить ее. Почему? Ну, в какой-то момент я понял, что мне не хватает инструмента, да? Поехали, купили новые разъемчики. Ой, эти, господи, зажимчики. Новенькие. Вот они, новенькие. Еще даже с этикетками. Вот. Теперь эта работа пошла намного веселей. Сразу четыре зажима. Ну, когда собирался было прихватывать, да, чтоб не на шурупике где-то что-то, у меня вдруг кончилась углекислота. Углекислота кончилась. Вот она открылась. Вот я ее кручу, верчу, а газа в ней... А газа в ней нет. Заказали, кислота приедет только завтра с утра и где-то до обеда. А не хватило кислоты нам почему? А потому что параллельно какие-то работы все время делаются где-то что-то. И я в какой-то момент упустил, что кислота кончилась, да? А делали еще вот что сегодня. Вот такой еще автомобиль у нас есть. Он уже вам знаком по предыдущим роликам. Есть у меня ролик, как мы делали полы и кромстейные сиденья с той стороны в этом Мерседесе. А теперь надо с этой стороны сделать. То же самое выгнили, прогнили. Ну вот сегодня вырезали латку, начали варить и кончилась углекислота. Вот, то есть я сегодня не смог доделать свою основную работу, семерочку, да? Потому что у нас сегодня была шабашка. Но мы и шабашку не смогли делать. Даже шабашку не смогли сделать. Кончилась углекислота. Ну, а на улице уже темнеет. Уже темнеет, посмурнеет. Поэтому все отложим на завтра. Так, ну и еще одна причина, почему не успели сегодня доделать эту машину, кроме отсутствия углекислоты. Это значит, параллельно, как всегда, у меня есть еще какие-то шабашки, да? Вот та шабашка я только что показал. И вот еще. Очередная стиральная машина, в которой протерся сальник. Вот видите, он плоский просто стал, да? Нету воротничков, он просто стал плоским. В результате чего вода попала в подшипник. И естественно он развалился. Вот, сплошной песок. Задний еще вроде бы подшипник живой, ну, раз передний развалился. Соответственно, что пришлось? Разобрать барабан, выпрессовать подшипники. Ну, так как уже вечер, завтра будут куплены новые подшипники. Новые подшипники, новый сальник. И соберется еще. То есть, как всегда, у меня в работе несколько работ. Поэтому иногда я делаю долго основные свои работы. Добьем и это. Так что продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok